4 апреля в актовом зале городской администрации состоялась 60-я сессия собрания депутатов городского округа город Хасавюрт 5-го созыва. На повестке дня обсуждению подлежал отчет главы города за 2017 год, а также внесение изменений в решение собрания депутатов городского округа. С докладом по главному вопросу выступил глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов, который отметил снижение зависимости бюджета города от финансовой поддержки из республиканского бюджета. Основой развития муниципального образования является бюджет. От объема дохода бюджета зависит реализация всех высших перечисленных направлений работы. Бюджетная политика в отчетном году была направлена на реализацию программы социально-экономического развития города на его дальнейшее развитие. Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с решением собрания депутатов городского округа города Хасавюрт. По итогам 2017 года достигнуты следующие показатели. При уточненном плане 231 миллиона рублей собственных средств, которыми должны были собрать, собран налогов и неналогового дохода 241 миллион рублей, 44 тысячи рублей, что составляет 104,5 процентов. Следует отметить, что по первоначальному объему из республики налогов и неналогового дохода на 17 год был определен 212 миллион рублей. Мы сами подняли эту планку до 224 и таким образом процент у нас уменьшился, а фактически мы собрали от планового задания от республики на 29 миллионов больше, чем в 2016 году. А если бы нам не пришлось выплачивать наши долги в конце года, это показатели было бы 114 процентов. Один из высоких показателей по итогу года в республике. В работе собрания приняли участие депутат народного собрания Республики Дагестан Резван Гулоев, курирующие заместители главы администрации, приглашенные, а также представители городской прокуратуры и средств массовой информации. В проекте решения депутаты города дали положительную оценку и приняли к сведению отчет главы города Зайнудина Акмазова. Работу администрации МГУ по результатам деятельности за 17 год считают удовлетворительной. У депутатов есть другие? Нет. Значит, администрации МГУ в дальнейшем своей деятельности необходимо конкретизировать работу на территории муниципалитета по выполнению приоритетных проектов развития Республики Дагестан, усилить работу по использованию имеющихся резервов, по формированию доходной части бюджета города, в том числе и за счет мобилизации налоговых и неналоговых поступлений. Используются имеющиеся резервы для совершенства на работе служб коммунального хозяйства городского округа. Совершенствуются работой в структуре аппарат АТК по обеспечению общительной безопасности в городе. Вопрос о социальной защите населения приоритетным считают в социальной обеспечении ветерану войны и приравнивать к ним категории населения, труда, правоохранительных органов, детей-сирот, маловыспечных семей, молодых специалистов и других социально малозащищенных краев. В области молодежной политики проводить мероприятия с целью формирования у молодежи активных гражданской позиций, повышения правовой грамотности, привлечения внимания к проблемам терроризма и экстремизма, профилактике этих негативных явлений в молодежной сфере, развитие творческих способностей, воспитание их в духе филерантности. Далее, в свою очередь, выступил заместитель управляющего делами администрации Рамазан Расулов, который зачитал доклад о внесении изменений в решении собрания депутатов. Кроме того, в завершении заседания глава города Хасавюр Зайнудин Акмазов был отмечен ведомственной наградой Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан с присвоением звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства». А также была проведена процедура вручения значка и удостоверения депутата городского собрания Магомея Думандиеву.